Зимняя дорога ошибок не прощает, в этом уверены опытные автомобилисты. Как перезимовать и уцелеть за рулем машины, следующий сюжет. Снежная погода – самый неблагоприятный период для водителей, утверждают эксперты. Дорога скользкая, возникает риск попадания в неконтролируемые заносы, увеличивается аварийность. Мастер спорта СССР по автоспорту утверждает, чтобы не попасть в аварийную ситуацию, нужно придерживаться всего нескольких главных правил. Александр Рубан хорошо управляет машиной сам и обучает этому других. В школе контраварийного вождения. Зимой эти знания как нельзя кстати. Ведь где надавить на газ, а где применить тормоз на льду, порой не знают даже опытные водители. Как правило водители держат газ до начала поворота. В повороте начинают тормозить. В результате руль поворачиваешь, машина идет прямо. То есть это категорически нельзя. Зимой надо помнить самое важное. Только плавное трогание с места, длинные тормозные пути. И пока прямая мы затормаживаемся, переключаемся на низшую передачу. И потом плавненько на равномерной скорости уходим в поворот. Тогда машина будет вести себя устойчиво на любой дороге. Что же касается торможения, то тут нужно не выжимать педаль в пол, а использовать пониженные передачи. Мы доводим скорость до 60 км в час, но на третьей передаче, а не на четвертой. И тогда даже при сбрасывании газа машина уже сама начинает двигателем резко притормаживать. Мягкое торможение, переключение на вторую передачу и потом уже полная остановочка. Если все же останавливаться приходится нажатием тормоза, то делать это нужно краткими и частыми нажатиями на педаль. Тогда машина остановится хоть и рывками, но не потеряет управляемость и устойчивость на дороге. При резком нажатии на педаль машина понесет по ходу движения, что может создать аварийную ситуацию. Если же машина уже заносит, то нужно обратить внимание, какие именно колеса потеряли управление. Вот она срывает переднюю ось, чтобы подправить ее надо ручничком раз и она ушла. Если же задняя, то есть выровнялась машинка, если же заднюю ось срывает, то тут надо крутить в сторону заноса. Немаловажную, а то и главную роль в вождении играет резина и ее состояние. Ну, однозначно зимой нужны только зимние колеса. И самое главное, правильно их накачать. То есть передние колеса должны быть на две десятки приспущены по сравнению с задними, на задней оси. Для того, чтобы больше загружать переднюю ось, чтобы не вызывать срыва передних колес. Лучше новую мягкую резину с прилипающим эффектом. Это будет намного лучше и безопаснее. Забраковал мастер спорта демисезонную резину, которая, по словам Александра, для зимних дорог не годится. Также он не рекомендует для гололеда шипованную резину. Хоть разгоняться она и помогает, но при торможении машина катится, как на коньках, попадая в заносы. Редактор субтитров А.Семкин